Каждое послание Федеральному Собранию – это прежде всего взгляд в будущее. 19-е послание президента России Федеральному Собранию. В зале первые лица, кто непосредственно помогает развивать мощную страну. От Брянской области в гостином дворе губернатор Александр Богомаз, председатель областной думы Валентин Суббот, три депутата Госдумы от региона и два сенатора. Каждое слово президента отзывается работой нашего региона. Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией. И в этом году 10 лет легендарной русской весне. Но и сейчас энергия, искренность, мужество ее героев, крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывают гордость. Эту мысль президента мы видим в героях проекта «Свои» – общество нашего телеканала «История восьмилетнего пути в состав России». У меня на глазах были слезы, потому что это действительно была долгожданная ситуация, которую мы ждали долгих восемь лет. Это было событие, и очереди стояли для того, чтобы принять участие в голосовании. И люди соглашались работать на избирательных участках, невзирая на то, что в любой момент могло случиться, и какие-то прилеты. Проект Дмитрия Белова был снят в Луганской народной республике и выходит по понедельникам на телеканале «Брянская губерния». Хочу поблагодарить сейчас предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников за ответственную и напряженную работу в интересах России. Миллионы людей объединили акция «Мы вместе» и проект Общероссийского народного фронта «Все для победы». Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи. Все вместе с общей помощью, которую мы оказываем, мы победим. Вклад каждого в победу – не просто цитата, а реальный факт, который жители региона подтверждают каждый день. Гуманитарная помощь, оснащение необходимой техникой военнослужащих, еда, одежда. Сотни человек работают на то, чтобы помочь соседним регионам. Уверен, многие посетили выставку «Россия». Сюда приходят, чтобы увидеть самим, показать детям, как богата и необъятна наша Родина. На выставке «Россия» был дан старт году семьи. На открытии масштабной выставки в 75-м павильоне ВДНХ была и наша съемочная группа. Достижения Брянского региона наглядно. Очень нам интересно, даже желаем побывать в Брянской области. Впечатления очень приятные. И внуку еще показал. Хорошо, красиво, познавательно. Некоторые факты, да, узнали. Интересные, которые раньше не знали. В тематические дни на ВДНХ год семьи был открыт и в нашем регионе. В Брянской области сформирован целый комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации. Сохранение традиционных семейных ценностей. Более 20 из них – меры финансовой поддержки. Только в прошедшем году такую поддержку получили 48 тысяч семей, у которых воспитывается 74 тысячи детей. За последние годы у нас в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Это одно из наших значимых достижений. Предлагаю за счет федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах, сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов. Это и универсальные комплексы, и быстро возводимые площадки. Президент об этом говорит, зал аплодирует, а губернатор Александр Богомас уже более пяти лет реализовывает это направление на практике. Во всех муниципальных образованиях мы строим ледовое, строим бассейны, фоки, футбольные поля. И за последние годы мы построили в эксплуатации 176 спортивных объектов. Прежде всего, надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. С самого начала своей работы губернатор стремился заместить коммерческие кредиты региона бюджетными. Цель достигнута. С 2022 года все кредиты государственные. Мера поддержки президента коснется и нашего региона, а значит, снизит нагрузку на региональный бюджет. Многие, с кем мы начинали, помнят, что мы начинали с 13 миллиардов, под проценту более 10%. Вот и было там более 1,3 миллиарда, мы только платили по проценту. Сегодня мы платим по бюджетным кредитам, которые у нас бюджетные, 11,1 миллиона рублей. Почувствуйте разницу. При федеральной поддержке многие регионы существенно растили темпы расселения аварийного жилья. В общей сложности за последние 16 лет в новые квартиры переехал 1 миллион 730 тысяч человек. В предстоящие 6 лет важно не снижать такую динамику. Прошу правительства подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья. В Брянской области программа реализуется давно и качественно. Высокая оценка работы поступает прямо из правительства. Молодцы, хорошо работаете. Брянская область показывает выдающиеся результаты. Жители, я вижу прекрасный дом с Дедом Морозом, со Снегуркой. Желаю, чтобы в доме у вас всегда было тепло, уют и добрая энергия. Что касается школ, то здесь капитального ремонта требует около 18,5 тысяч зданий. До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему. А в дальнейшем будем проводить ремонты школ уже в плановом режиме. То, что сделано до сих пор, показывает, что мы на правильном пути. Тема образования на особом контроле губернатора. Последние два года наш регион в лидерах по капитальному ремонту и строительству новых школ. Хотел бы отдельно отметить регионы-лидеры, где по итогам года отремонтировано больше всего школ. Выделю Республику Дагестан. Также хотел бы отметить Ставрополье, Брянскую Курскую область и Республику Татарстан и Алтайский край. Еще раз благодарю коллег за отличную работу. Все меры поддержки в социальной сфере, строительстве, строительстве школ, детских садов, спортивных сооружений, мы сегодня полностью реализуем в нашей Брянской земле, которую были до этого. Сейчас мы не только полностью обеспечиваем себя продовольствием. Россия лидер на глобальном рынке пшеницы. Мы входим в двадцатку ведущих стран-экспортеров продуктов питания. Я благодарю работников сельского хозяйства, фермеров, специалистов, занятых в сельском хозяйстве в целом. Благодарю вас за впечатляющие результаты. По многим направлениям растеневодства, овощеводства мы лидеры России. Мы первое место в России по урожайности рапса, первое место по урожайности кукурузы и выращиваем каждые 12 килограмм кукурузы нашей страны. Мы входим в пятерку, четверку на протяжении пяти лет по урожайности зерновых в стране. С учетом современных экологических стандартов будем развивать общественный транспорт, снижать его возраст. До 2030 года субъекты федерации дополнительно получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Дополнительно предусмотрим на эту программу обновления общественного транспорта 150 миллиардов рублей с федерального бюджета. Президент заявляет об этом на перспективу, а у нас уже по городу ходят новые авангарды и адмиралы. Развитие общественного транспорта уже не первый год на жестком контроле Александра Богомаза при поддержке Евгения Москвичева. Огромное спасибо вам за ту помощь, которая вам оказывается. И вот то сегодня мероприятие, которое у нас проходило, когда мы вместе с вами вручили троллейбусы, здесь большая заслуга ваша. Большая заслуга ваша, то поручение, которое вам поручили в Средней Думе, Александр Володин, оказать помощь Брянской области. И вы с желанием согласились. Оно реализовано. Это было самое длинное послание президента федеральному собранию. Два часа шесть минут. Новые планы и пути развития. Теперь задача правительства и глав регионов подтвердить слова президента делом. Возвращение очень хорошее. Сегодня президент прошелся по всему спектру тех задач и проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной и перед регионами в частности. И остановился на специальной военной операции и на социальном блоке, на комитетальном строительстве и от тех финансовых ресурсов, которые будут выделены в ближайшие шесть лет, на модернизацию и инфраструктуры, на строительство новых школ, строительство новых детских садов, на ремонт тех же школ, тех же детских садов, на переселение граждан с аварийного жилья. То есть те вопросы, которые сегодня интересуют всех наших жителей всей нашей страны. Ну и, конечно же, по воспитанию подрастающих поколений, по поддержке наших учтелей, классных руководителей, докторов в тех населенных пунктах, где менее 100 тысяч населения. Это, по сути дела, вся наша Брянская область, кроме города Брянска. Ну и, конечно же, одно из главных уже. В заключении президент сказал о элипсе, о новой элипсе, о тех наших парнях, которые сегодня выполняют специальные военные операции и из которых будут формироваться будущие руководители нашей великой страны. То есть задачи огромные, задачи масштабные и те задачи, которыми нам придется сегодня работать и в регионах вместе с правительственной ассоциацией. Дмитрий Газин, Сергей Севастьянов, Москва.